Приветствую! Повестка на отправку или боевая повестка может быть отправлена почтой? Мы с вами знаем, что постановление 560 разрешило отправлять повестки по почте. При этом, если человек получил такую повестку и не явился, либо не получил и не явился по ней, то к нему могут быть применены меры юридической ответственности. Но вот вопрос, а касается ли это повестки на отправку? Действительно ли, если человек не получит повестку на отправку, либо получит ее по почте, но не явится, то в отношении него будет уголовное производство и будет уголовный розыск? Ответ на этот вопрос содержится в действующем законодательстве, и он достаточно четкий. И сейчас мы посмотрим постановление 560 и посмотрим, что оно говорит по этому поводу. Но прежде чем мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Преимущество телеграм-канала заключается в том, что информации в нем больше, чем в ютуб-канале, и появляется она гораздо оперативнее. Также я там отвечаю на ваши комментарии. Итак, теперь мы посмотрим постанову 560. А в постанове 560 есть пункт 88. И в этом пункте сказано, что на основе результатов проведения медичного огляду и профессионально-психологического выбора резервистам и військовозобовязанным, которые поднягают призову на військовую службу подчас мобилизации на особенный период, у территориальном центре комплектирования и социальной поддержки под особистий подпис вручается повестка щодо призову на військовую службу подчас мобилизации и отправления до места проходжения військовой службы. Еще раз акцентирую внимание на вот эту часть. У ТЦК и СП под особистий подпис вручается повестка щодо призову на військовую службу подчас мобилизации. А это значит что? А это значит что постановление 560 четко определило место вручения повестки на отправку. ТЦК и СП. Все. Вот единственное место, где может быть вручена повестка и вручается она под подпись. Все. Других вариантов нет. И мы с вами знаем, что есть статья 19 Конституции Украины, в которой сказано, что все представители государства должны действовать именно так, как это определено законом. А это значит, что если вам отправили по почте боевую повестку и вы ее получили и не явились, то никакой ответственности вы не понесете. И никакого уголовного производства не может быть по одной простой причине. Нарушен порядок вручения повестки. У нас, кстати, был еще в 22-м, наверное, году даже хороший приговор, где по 336-й человека оправдали как раз на том основании, что ТЦК не смог подтвердить, что человеку вручали повестку тем способом, который предусмотрен действующим законодательством. Поэтому все, будем спокойны. Повестка на отправку по почте прийти не может. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!